МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно ли отопить весь дом без радиаторов и электрических обогревателей? Да, для этого и придумана система водяной тёплый пол. Она подходит для любого загородного здания – деревянного, кирпичного или газобетонного. Электрический тёплый пол ложится под плитку, который достаточно тонкий слой, то здесь у нас получается толстая бетонная стяжка, которая нагревается и является таким как бы теплоаккумулятором для всего дома. То есть даже если у вас электричество отключится, там не будет работы топления, то он ещё достаточно долго ваш дом сохранит в тёплом состоянии. Водяной тёплый пол представляет собой систему трубок, которые обогревают дом. Водяной тёплый пол и электрический – это принципиально разные две вещи. То есть когда электрический тёплый пол, вы укладываете какие-то маты электрические, подключаете их к источнику питания, они греют. Здесь совсем по-другому. Здесь нужен какой-то отопительный прибор, котёл, например. И от этого котла уже идёт, в этом котле идёт нагрев теплоносителя, и этот горячий теплоноситель циркулирует в полу. Прежде чем установить систему, необходимо провести подготовку. Сначала укладывается утеплитель, если это бетонная плита, то укладывается пенополистирол, мы обычно укладываем 50 мм толщиной. Дальше можно фольгируем подложку, потом раскладываем сетку, и уже на сетку идёт монтаж тёплого пола трубы. Дальше заливается всё бетонной стяжкой. Давайте рассмотрим, как работает система поэтапно. Воду из колодца, скваржины или любого другого источника сначала необходимо нагреть. Нужен прибор, который будет нагревать теплоноситель. Это, как правило, котёл. Он может быть электрический, твердотопливный, газовый. То есть всё зависит от того, что у человека есть на участке. Если есть газ, это самый лучший вариант магистральный, тогда, конечно, это газовый котёл. Если газа нет, тогда уже человек выдумает. Либо берёт твердотопливный котёл, это самый такой, скажем, дешёвый вид топлива, но он периодично горит. Либо выбирает жиженный газ, или дизельное топливо, или электрический котёл. Трубы на полу выкладываются так, чтобы создать замкнутый цикл. Этот способ укладки называется улитка. Далее следует монтаж напольного покрытия. В готовом варианте это выглядит так. Радиаторы работают в одной системе вместе с полом. Таким образом, одна система отапливает весь дом, и нет необходимости устанавливать дополнительные коммуникации в бойлерной комнате. Мы специализируемся на водяном тёплом поле. И если брать его цену, себестоимость его, то он, конечно, будет дороже стоить. Но по эксплуатационным качествам он более... Ну, лучше его эксплуатационные качества. И он в целом будет дешевле. То есть в процессе эксплуатации эти деньги отобьются. При установке системы нужно помнить, что самая высокая температура будет в начале водяного пола. По мере продвижения по трубам она будет незначительно снижаться. Поэтому в первую очередь трубы надо заводить в жилые помещения и только потом в технические. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова